Лейла Болгобаева из Кустаная, мать-одиночка, растит четверых детей. Старшему 11 лет, младшему 9 месяцев от роду. Болгобаевы собственного жилья не имеют, ютятся на съемной квартире. Все бы ничего, но троим детям Лейлы врачи два года назад поставили страшный царский диагноз – гемофилия. Лейла не один год осаждает кабинеты кустанайских чиновников. Таким семьям государство, которое именует себя социально ориентированным, обязано помогать не только жильем, но это только на бумаге и на словах. Сейчас больные дети, если нашему государству не нужны, а что говорить о папах, если только государство обещает? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Отчаявшись, женщина направилась прямиком к президенту страны в аккорду, но к резиденции лидера нации Лейлу с детьми не подпустили. Направили в Министерство труда и соцзащиты. Там женщину ждал очередной отворот-поворот, без объяснения причин. Я буду здесь сидеть, пока кто-нибудь из них, с кого совесть проснется. Обратит внимание и начнет что-то хотя бы примет или что-то начнет действовать. А до этого времени я никуда не уйду. Если суждено нам умирать, так умрем здесь тогда. Другая многодетная мама Рахима Ержегитова пришла просить помощи у депутатов парламента, вооружившись транспарантом. Ее вместе с четырьмя малолетними детьми выселяют из скандально известного жилого комплекса Махабад. Суды и прокуратура Казахстана считают таких, как Рахима, самозахватчиками квартир. У меня четверо детей, у нас нет дома. Пришла просить помощи у депутатов. Сегодняшние попытки двух многодетных матерей попасть на прием к министерским клеркам и законодателям завершились одинаково, то есть ничем. Рахима Ержегитова провела остаток дня в полиции, а Лейла Болгобаева решила наутро снова попытать счастье и пробиться к гаранту ее конституционных прав. Рахима Ержегитова